В Закарпатье с началом полномасштабной войны темпы строительства жилья ощутимо выросли. В Ужгороде почти в каждом микрорайоне строят новые многоэтажки. Вот этот ЖК в спальном районе города на 700 квартир. Есть и компактные, однокомнатные и элитные пентхаусы. Всего 12 подъездов, 6 уже сданы в эксплуатацию. Здесь канализация будет идти к стиральной машинке. В Закарпатские строительные компании сейчас завершают проекты, начатые еще до войны, и реализуют новые. Большая проблема – нехватка кадров. Большинство специалистов ушли на фронт. Это довольно трудно – планировать что-то по времени. Когда мы не знаем, сможем ли привлечь того или иного специалиста, мы уже стараемся проектировать с учетом этих рисков. Нам повезло, что ребята, с которыми мы работаем, могут перепрофилироваться быстро. Стараемся подстраиваться. Еще один вызов – усложненная логистика. Стройматериалы подорожали. Кое-где вдвое приходится везти все из Европы. С немалой наценкой. Несмотря на войну, продолжается строительство и в Киеве. Это площадка одного из крупнейших застройщиков страны. В настоящее время удалось возобновить работы в 12 из 13 столичных ЖК. За прошлый год сданы в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Выйти на довоенный уровень мешают та же нехватка кадров и дефицит материалов. Добавились также колебания вкладчиков и потенциальных покупателей. Люди боялись даже думать о покупке жилья во время войны. Отсутствие инвестиций могло полностью заморозить работы. В целом, в столице сейчас возобновлено почти 90% строительства жилья. Совершенно иная ситуация в многострадальном Харькове. Харьков постоянно обстреливают, поэтому строители здесь чаще восстанавливают уничтоженное россиянами. Но, как ни странно, сооружают и новое жилье. Правда, темпы снизились в пять раз. В приоритете проекта на финальном этапе стремительно упал и спрос. Ситуация сложная. Покупают не в пять раз меньше, в десять раз меньше покупают жилье. Но мы все равно надеемся на улучшение ситуации. И люди возвращаются в город. Люди, им требуется некоторым жилье. Масштабность проблемы строительства видна на графике. По официальным данным, в 2021-м в эксплуатацию по Украине сдали почти 10 миллионов квадратных метров жилья. А в 2022-м уже 7 миллионов. Прогнозы экспертов не очень утешительные. Уже сейчас приблизительно 50 миллионов квадратов жилищного фонда уничтожены россиянами. То есть даже довоенными темпами на восстановление может уйти более пяти лет. Заинтересованность людей в жилье, которые есть сейчас на первичном рынке, по информации наших аналитиков, восстановилась наполовину. Но не факт, что все они готовы инвестировать. Все зависит от успешности контрнаступления Украины и когда люди смогут чувствовать себя в безопасности. По информации конфедерации строителей, 70% украинских застройщиков уже вернулись к работе. Сейчас компании нацелены на разработку будущих проектов и ждут поддержки государства. Большие надежды на программу ЕОСЭЛЯ и новый закон о компенсации ущерба за уничтоженное жилье. Эти два фактора должны оживить спрос на рынке и помочь возродить отрасль.